Хоу-хоу-хоу, мои маленькие любители Нового Года и Рождества. И я рад приветствовать вас на новогоднем видео, посвященное, как ни странно, Новому Году. Это самый эффективный способ показать, чего мы с вами смогли достигнуть за прошедший год. И я говорю непосредственно с вами, потому что это же не только мой канал, это укромный уголок. Это место, где каждый сможет найти то, что ему по душе и то, что ему нравится. И в первую очередь, этот контент делается для вас, для зрителей. Вы его смотрите, и вы способствуете тому, чтобы другие люди тоже смотрели, познавали что-то новое, или просто повышали себе настроение, смотря на мою тупость и мои тупые шутки. У меня сейчас статистика стоит за 365 дней. Я не буду как-то отдельно это комментировать, все цифры вы видите на графике. Я лишь хочу вам сказать огромное всем спасибо за то, что вы на протяжении всего этого года были со мной. Вы самая лучшая аудитория, о которой я только хотел мечтать. И каждый раз, когда я выкладываю ролик, мне безумно нравится факт того, что я все это делаю не напрасно. Я смотрю на ваши лайки, читаю ваши комментарии и понимаю, что то, что я делаю, нравится людям. Это приносит и оставляет какой-то вклад в каждом из вас. Это может вызвать улыбку, вы можете чему-то новенькому научиться. И факт того, что это все не напрасно, заставляет мне какое-то неистовое удовольствие. За этот год мы с вами вместе смогли постичь разные сферы в плане выхода новых видеороликов. Потому что, насколько я помню, в прошлом году у нас выходила одна только римочка. В этом году у нас гораздо появилось большее разнообразие. Как минимум мы начали строить с вами аж три города, совершенно разных и не похожих друг на друга. И это так задумано, что у двух сезонов, которые являются якобы законченными, нету финального эпизода. Его и не будет, потому что город строился сугубо для подписчиков, и то, что я перестал его строить, не значит, что он закрылся. Это значит, что он будет дальше строиться и развиваться только без моего участия, а только на вашем энтузиазме. И на энтузиазме тех, кто там живет. Опять-таки, мы начали с вами проходить римочку Hardcore SK. Вышлось 13 серий, у меня есть также еще один материал по этому циклу. Но у меня, честно, нету желания пока что возвращаться в эту игру. Потому что есть такой маленький нюанс, что она наскучивает в плане смотрения. Я просто понимаю, что это не тот уровень, который я хотел бы делать. И если у меня получится найти выход, где я смогу понять качество видеороликов, которые выпускаются непосредственно по этой игре, то я, безусловно, смогу выпускать дальше ролики, если вам будет это нравиться. Мы также начали выпускать с вами Prison Architect. У нас вышло две серии. Это мало, у меня там еще был отснятый материал. Но опять-таки, с ней такая же ситуация, как с римочкой. В качестве эксперимента я бы хотел сделать подобное видео по другой игрушке. И непосредственно этой игрушкой у нас, как ни странно, является Project Zomboid. У нас вышло пока только одно пилотное видео. И сезон до сих пор снимается. То есть, снимки этого сезона продолжаются на протяжении года. У нас были большие проблемы с технической частью этого сезона и этого видеоролика. И сейчас я могу сказать, что вот все, у нас техническая часть полностью готова. Готовы все модификации. Мне остается только отснять необходимый материал и выпустить видео и непосредственно того уровня, которое вы заслуживаете и которое я могу сделать, основываясь на тех знаниях и опыта, которое я получил взаимодействие с вами. И в результате этого года, который уже, к сожалению, подходит к концу. И последние два сезона, которые выходили на канале, это непосредственно StoneBlock и Qtage. То есть, два сезона по Майнкрафту, две безумно классные сборочки. Серии, которые я выпускаю по этим сезонам. То есть, вот финальные серии, которые сейчас на сейчас в пустом блоку выходят. И тот уровень, на который я хотел бы стремиться в качестве видеороликов. Максимальное количество конструктива на единицу времени. Разбавленное минимальным количеством шуток. Хотелось бы большее количество юмора, но я напомню то, что я всего лишь учусь. И я пытаюсь выдавать юмор, но он же субъективен. И не все, что кажется смешно мне, может казаться вам. Поэтому очень большое количество юмора идет буквально под нож. Но, тем не менее, я стараюсь и делаю все возможное. И я вам благодарен, каждому зрителю я безмерно благодарен. В первую очередь, за вашу отзывчивость. За тот весь объем комментариев, которые вы пишете. Я просто читаю каждый. Я каждый оцениваю. И каждый комментарий буквально как мед на душу ложится. И я благодарен безмерно каждому комментатору за то, что мы вместе с вами продолжаем на протяжении уже буквально двух лет плодотворно и эффективно развивать этот канал. Но я и вправду хочу, чтобы где-то на просторах ютуба существовал маленький укромный канал. Где каждый смог бы найти видео, которое ему по душе без всего лишнего. Которое можно смотреть, наслаждаться, улыбаться и возможно чему-то учиться. Но я думаю, что мы достигли этой цели. Канал как бы есть, на нем есть видео. Но на самом деле хочется сделать его все лучше и лучше. Выпускать новые серии по новым сезонам. На следующий год у меня запланировано просто куча всего. И куча идей, которые я хотел бы воплотить. И я вынужден признать свою слабость, я без вашей помощи и без вашей поддержки не смогу этого сделать. Я уверен на то, что вместе с вами у нас все получится. Мы всего достигнем и придем к общему успеху. И достигнем какой-нибудь конкретной цели, какая бы она у нас ни была. Главное не цель, а путь к ней. И этот путь мы пройдем вместе с вами, вместе с моими офигительными и, не побоюсь этого слова, охуительными подписчиками. Ну и напоследок, хотелось бы немножко банальщины так все-таки предонести и пожелать в первую очередь всем здоровья. 2020-й как никогда показал то, что без этого никуда, побольше улыбок и, пожалуй, никогда не сдаваться. Если вот это все будет, то рано или поздно каждый достигнет своего успеха. И по сложившейся традиции я поздравляю всех с наступлением нового 2021 года и с окончанием 2020-го. И подытожив все, что было сказано до, я хочу лишь сказать то, что это не конец, а лишь новое начало новых сезонов, новых серий и нового позитивного настроения и нового конструктива. Ну, а на этом я, как всегда, с вами не прощаюсь. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok